всем привет с вами канал все о планшетах и тема сегодняшнего видео урока персональная сеть bluetooth на android персональная сеть bluetooth или pan если сокращенная аббревиатура ну вот мы можем сами посмотреть если навести курсор на значок скрытых иконок и кликнуть по активному модулю bluetooth и ручку модуля bluetooth правой кнопкой мышки то мы увидим здесь вот это присоединиться personal area network или pan вот это есть это самая персональная сеть bluetooth на компьютерах и она же такая же технология поддерживается на многих android устройствах и соответственно с помощью этой технологии можно просто не только сопрягать планшеты и смартфоны на android с компьютерами но и осуществлять раздачу интернета по bluetooth и вот обо всем этом мы сейчас с вами поговорим для того чтобы осуществить сопряжение android устройства с например с компьютером в этой персональной сети bluetooth нам нужно выполнить следующее на нашем планшете вот я буду это делать на примере планшета под управлением android 4.4.2 при этом нужно учесть такой момент что например раздачу интернета поддерживают не все версии android и более поздние поддерживать если у вас версия android 4.0 то скорее всего в ней не будет присутствовать возможность раздавать интернет по bluetooth нам нужно перейти в настройки и в нас в общих системных настройках активировать модуль bluetooth также нам необходимо включить режим обнаружения для того чтобы наш планшет был видим для других устройств в частности для компьютера теперь мы переходим к компьютеру и здесь нам необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по значку скрытых иконок и найти здесь активный ярлычок bluetooth если он у вас не активен то его соответственно нужно активировать активация модуля bluetooth зависит от версии вашего компьютера или ноутбука модели вернее и от версии операционной системы какая установлена но поскольку сейчас одна из наиболее популярных операционных систем это windows 10 то на windows 10 это делается вот таким образом мы наводим значок на иконку оповещения и здесь у нас есть плитка bluetooth которую нужно тапнуть чтобы она подсветила синим цветом иначе это будет означать что модуль bluetooth активирован теперь мы вот здесь кликаем правой кнопкой мышки по значку bluetooth и выбираем пункт присоединиться к персональной сети bluetooth у нас откроется такое окошко в котором если вы раньше ничего не присоединяли будет пусто для того чтобы добавить устройство нам нужно нажать вот эту кнопку добавить устройство и девайс мы нажимаем и в течение нескольких минут наш компьютер будет сканировать радиоэфир и искать доступный подключение устройства вот мы нашли наше устройство наш планшет мы его выбираем и жмем кнопку next после этого в течение нескольких секунд будет идти процесс сопряжения и после этого у нас должно появиться вот такое окошко как вы видите здесь появится запрос на подтверждение мы на смартфоне и на компьютере жмем да то есть подтверждаем процесс сопряжения и наши устройства должны друг другу подключиться и вот видите у нас добавился наш планшет в эту самую персональную сеть bluetooth и теперь мы можем в общем-то взаимодействовать между осуществлять вернее взаимодействие между планшетом и компьютером через подключение по bluetooth если нам необходимо раздать интернет то есть например у нас на планшете есть интернет подключены там по вай фай например или по 3g и мы хотим этот интернет по bluetooth передать на компьютер то нам необходимо выполнить следующее действие на самом планшете или смартфоне но повторяю что эта функция возможно только в более поздних версиях android итак мы идем в общие настройки нашего планшета здесь выбираем пункт bluetooth то есть прошу прощения не пункт bluetooth выбираем пункт еще вот этот пункт и в этом пункте мы находим раздел режим модема заходим в этот раздел и в этом разделе у нас будет несколько пунктов которые мы можем использовать usb модем bluetooth модем точка доступа и так далее вот нас интересует как раз bluetooth модем и здесь мы можем поставить галочку ну вернее не можем а мы должны поставить для того чтобы устройству нашему планшету было разрешено раздавать интернет по bluetooth ну как видите мы это уже сделали теперь для того чтобы раздать интернет с нашего планшета по bluetooth на компьютер нам достаточно кликнуть по вот этому ярлычку правой кнопкой мышки и в открывшемся меню выбрать пункт использовать соединение и точка доступа в течение нескольких секунд произойдет подключение и после этого вот мы получили сообщение подключение успешно и теперь наш компьютер будет иметь выход в интернет через подключение по bluetooth с нашего планшета то есть планшет раздает интернет по bluetooth а компьютер это подключение использует для выхода собственно вот это и все что касается вопроса подключения андроид устройства персональной bluetooth сети план так называемому до персонала рейны и теперь мы уделим несколько минут внимание вопросу как раздать интернет по bluetooth с android устройства на android ну в частности с планшета на планшет например нам необходимо сначала осуществить сопряжение наших планшетов друг с другом как это сделать по bluetooth само собой то есть как это сделать я думаю многие знают если не знают то на нашем канале можно найти соответствующее видео и посмотреть как это сделать но суть заключается в следующем активируем модуль bluetooth на обоих планшетах на обоих устройствах затем на том планшете который который будет раздавать интернет по bluetooth мы переходим пункту еще то есть принципе здесь все нам должно быть знакомым понятно по предыдущему способу дальше мы переходим к пункту режим модема ставим галочку bluetooth модем интернет подключения планшетного пока используется вот одним устройством здесь написано но это у нас использует час компьютер который мы только что подключили то есть мы вот эту галочку ставим активируем вот и затем нам необходимо выполнить следующее действие на устройстве которое подключается к нашему планшету для того чтобы получать интернет мы заходим пункт bluetooth находим здесь в списке то тот планшет который мы подключали и сопрягли с нашим планшетом и здесь у нас вот есть такой пункт профиль и написано профиль pan используя для доступа к интернету так вот мы ставим здесь галочку и после того как мы здесь поставим галочку на нашем планшете появится интернет который он будет получать по bluetooth с первого главного планшета который собственно этот интернет раздает вот из принципе все довольно просто как вы видите никаких сложностей нет то есть вот здесь мы ставим галочку ну я сейчас все ставлю но мы получим сообщение о том что невозможно использовать сопряжение bluetooth почему потому что данный момент ну как бы мы не можем с самого этого устройства это включить то есть это нужно делать с подключаемого устройства так сказать не несколько главного с периферийного вот но так или иначе вот вот это есть как бы два основных способа как можно раздавать интернет по вай-фай используя технологию план или персонал ариенетворк также есть специальные приложения вот например есть в google play приложение под названием bluetooth pan вот это приложение однако у него есть такой недостаток который заключается в том что приложение может работать только на рутованных устройствах то есть на устройствах на которых получена получены права рут на моем планшете прав рут нет соответственно на моем планшете это приложение не работает вот есть аналогичное приложение в частности это bluetooth pan switch bluetooth pan switch вот это приложение вот но честно говоря я не совсем понял как она работает потому как его можно включить его можно активировать но тем не менее раздачу интернет через span я как бы сделал и без него то есть используя встроенные средства встроенные возможности самого самооперационной системы android которая установлена на планшет здесь как бы в основном все упирается именно в поддержку этой технологии самим вашим планшетом если она поддерживается тогда все можно настроить без проблем если же она не поддерживается то в принципе программно скорее всего вы просто не сможете это никак решить то есть ними не будет такого приложения которое можно будет с помощью которого скажем можно будет эту функцию добавить ну в принципе вот это и все сам был канал все планшетах всем пока я помню что любую проблему можно решить главное знать как